Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем рассматривать историю письменности. И сегодня мы с вами рассматриваем систему письма, которая называется «Брахми». Это удивительное в своей системе письмо, в котором очень много вопросов и загадок. Мы с вами уже рассматривали письменности, связанные с Индией. Во-первых, это письмо, которое не расшифровано на сегодняшний день. Письменность Хараппской цивилизации, еще его называют письменность Долины Индом. Мы говорили с вами об этом в наших ранних лекциях. И мы с вами уже рассматривали письменность, которая носит для меня очень сложно произносимое название «Кхароштхи». Это одна из разновидностей арамейской системы письма, которая дала вот такую систему. И мы с вами говорили о том, что это письмо начинает активно использоваться примерно в III веке до нашей эры. Именно в этот же период появляется и система письменности Брахми. Ученые не могут понять, почему вот эти две системы совершенно разные появляются одномоментно. Чего они не могут понять, это еще больше. Почему Кхароштхи, будучи использованной системой для мнемонических моментов некоторых школ буддизма, неожиданно перестает существовать в III веке нашей эры. А Брахми продолжает существовать и более. И, как я вам скажу чуть дальше, Брахми – это очень продуктивная система для создания потомков своих письменных систем. Но немножечко вернемся в начало нашей истории и введем такое слово, которое на санскрите звучит «липи». И санскрита переводится как «письмо, буквы» или «алфавит». И «липи» контекстуально относится к сценариям, искусству или манере письма. Или, если речь идет о модифицированной форме «липи», то это еще может быть элемент рисования или какого-то декорирования для поверхности. Но этот орнамент тоже должен выражать какие-то определенные цели. Термин «липи» встречается во многих текстах иудуизма. Вы примерно знаете, что это за религия. Буддизма вы тоже знаете. Должны, по крайней мере, хотя бы примерно знать, что это за религия. И еще одной религии Индии, которая называется джейнизм. Вот этот термин «липи» встречается очень во многих текстах вот этих трех религий. И некоторые из этих текстов датируются первым тысячелетием до нашей эры. Вы помните, кто такой Панини. У него есть труд, который называется «Аштадхайя». Он составлен в четвертом примерно веке до нашей эры. И в разделе третьем «липи» он описывает в контексте вопросов, связанных с написанием. Существует такой древний индийский трактат на санскрите. Он называется «Ардхашастра». Это трактат об экономической политике и военной стратегии. Вот в этом древнем индийском трактате в разделе 1.25, то есть он тоже номеруется, описано, что «липи» были частью системы образования в Древней Индии. Согласно некоторым буддийским текстам, например, Лалитавистара Сутра, молодой Сиддхартха, это будущий Будда, обладел филологией и «липи», то есть техниками написания в школе Абрамина Липикары и Девы Видьясинхи. Вот в этих текстах перечисляются «липи», то есть системы письменности, которые Будда изучил в детстве. И эти «липи» описаны как системы письма, которые уже были в Древней Индии. Вот этот список содержит 64 письменности. Версия этого списка из 64 древнеиндийских письменностей «липи» находится, вернее, была обнаружена в китайском переводе индийского буддийского текста. И вот этот перевод датируется 308 годом нашей эры. Канонические тексты религии джайнизма перечисляют 18 липи со многими названиями письменных сценариев, которые не упоминаются вот в том буддийском списке из 64 липи. Список джайанских письменностей, он утверждает, что письменность намного старше, чем она описана в буддийском списке. И вообще джайнизм – это одна из старейших мировых религий, которая практикуется постоянно. То есть религия джайнизма и все обряды, связанные с этой религией в Индии, никогда не прерывались. Так вот, список вот этих джайанских липи или джайанских сценариев письма Брахми включает под номером 1 из 18, а Кхароштхи включает под номером 4. Брахми так современно мы называем систему записей Древней Индии. Это тоже особая письменность. Система вот этого письма Брахми появляется уже в качестве достаточно развитой и универсальной в Южной Азии считается, что в III веке до н.э. и она является основой для всех систем письменности, которые затем находят применение в Южной Азии за исключением сценария письменности Долины Инда, который датируется III тысячелетиям до н.э. и исключая также алфавит Хароштхи, который возник на территории современного северо-западного Пакистана, возможно, чуть раньше, может быть, в IV или V веке до н.э. Также сценарий Брахми не является предком персидско-арабских письменностей, ну и, соответственно, конечно, и латинского письма тоже. То есть эти системы, кроме латинского, мы уже рассматривали, они происходят от армейского сценария, но не от Брахми. Потомки брахмических систем письма до сих пор используются сегодня не только в Южной, но и в Юго-Восточной Азии. Система письма Брахми – это абигуда. Она использует систему диакритических знаков для связывания гласных с согласными символами. Самые ранние, однозначно расшифрованные эпиграфические надписи, которые были найдены в Индии, и мы с вами уже говорили об этом, это столбы Ашоки или указы Ашоки, которые начинают датироваться III веком до н.э. Они написаны в разных сценариях. Мы с вами рассматривали сценарий Хароштхи. Вы можете обратиться к материалам данной лекции. И столбы Ашоки в том числе описывают некоторые записи и используя сценарий Брахми. Интересное название системы письма Брахми. В истории и легендах существует несколько различных рассказов о том, как могло произойти вот это название для системы письма. Согласно религии джайнов, существует такой человек. В этой религии он называется Тиртханкара. Этот человек удивительный. Он самостоятельно преодолел колесо сансары. Он самостоятельно силой своих заслуг пережил и преодолел цикл смерти и возрождения. И далее он остается жить на земле, чтобы показать этот путь для других. По религии джайна в истории человечества будет всего 24 Тиртханкара. И первый Тиртханкар, его звали Ришабханадхи. Именно он основал религию джайнизм. Он получил вот эти 18 сценариев Липпи. Он их знал. И вот эти 18 сценариев письма им он научил свою дочь, которую звали Брахми. А она далее начала обучать других людей, в основном используя этот сценарий Брахми и за ее именем. И сохранился этот сценарий. То есть Брахми Липпи. Вот именно эту систему письма когда-то использовала дочь вот такого удивительного человека Тиртханкара. Но в китайских буддистских источниках 6 века название вот этой системы как Брахми приписывается создание богу Брахми. То есть в религии Индии есть Троица и Брахма один из богов этой Троицы. Но некоторые ученые, изучающие сценарий письменности Брахми, например, Манье Вильямс и Сельвин Леви, считают, что скорее всего Брахма, это так называется этот сценарий не из-за создания его богом Брахмы, а из-за того, что оно было создано Брахманами. Если вы хотя бы немного знакомы с кастовой системой Индии, то должны знать, что Брахманы и в другой огласовке их называют Брамины. Это каста священнослужителей, которые, естественно, были людьми очень грамотными, владели письменностью и могли вполне изобретать и самостоятельность сценарий письменности. Когда мы с вами рассматриваем историю письменности, то религия в период распространения и в период формирования письменностей очень тесно может быть связана с религией. Поэтому такая точка зрения вполне обусловлена историческими обстоятельствами. Термин Брахми появляется в древнеиндийских текстах, в различных контекстах. Но исходя из правил санскрита, это все-таки женское слово, то есть это слово женского рода, которое буквально на русский язык может перевестись как «женская энергия Брахмана». В других текстах, например, Махабхарата, этот термин Брахми появляется при описании богини, особенно описывая Сарасвати как богиню речи, а в других местах этот термин описывает как олицетворенная энергия Брахмы. Очень сложно, конечно, во всем этом разобраться. Тем более вы видите, что и слышите, как сложны даже просто слова древнеиндийского языка. Но человек, который захотел бы разобраться с этим вопросом, может самостоятельно обратиться к источникам сценарий Брахми, один из самых описанных в истории письменности. Достаточно много монографий посвящено описанию данного сценария. И если вас заинтересует этот вопрос, то вы можете найти информацию самостоятельно. Самые ранние и наиболее известные надписи с сценарием Брахми, они датированы, скажем так, достаточно неоспоримо. Это камни или указы Ашоки в северо-центральной части Индии. И датировка начинается от 250-го, 232-го года до н.э. Брахми, как сценарий письма, претерпел относительно незначительные эволюционные изменения с периода Маурьев. Вы помните, что Ашока относился к Маурьям. И эти изменения, в принципе, относительно незначительные, сохранились до раннего периода империи Гупта, который датируется 4-м веком нашей эры. И считается, что даже в 4-м веке нашей эры грамотный человек мог читать и понимать надписи Экохи Маурьев. Вот на этой фотографии вы видите, это как раз надпись на медной пластине Согаура. Она датируется 3-м веком до нашей эры. Это и есть сценарий письма Брахми. И сама по себе вот эта медная пластина Согаура – это самая старая из известных на сегодняшний день индийских надписей, которые были бы сделаны на медных пластинах. Надписи Ашоки, как вы помните, это надписи на камнях. Здесь табличка. Она состоит из строки символических рисунков. Вы видите их вверху. И далее идут 4 строки текста. Здесь на этой табличке написано, как были созданы 2 зернохранилища для борьбы с голодом. В позже сценарии Брахми претерпел важные изменения. Это, естественно, происходит на определенном этапе. И способность читать исходный сценарий постепенно утрачивается. Потом сценарий Брахми становится непонятным. И первые успешные попытки его расшифровать, они предприняты в 1836 году и связаны с именем норвежского ученого Кристиана Лассена. Он использовал двуязычные монеты с надписями на греческом языке и письменности Брахми. Это период индо-греческих царей Агафокла и Пантелеона. И, используя вот эти двуязычные монеты, Кристиан Лассен правильно идентифицировал несколько знаков или букв системы Брахми. Брахми полностью в 1837 году сценарий Брахми был расшифрован Джеймсом Принципом. Это был археолог, филолог, и он участвовал как официальное лицо в Ост-Индийской компании. И неоценимую помощь в понимании сценария Брахми ему оказал Александр Каннингем. Мы говорили с вами об этом ученым, когда рассматривали сценарий харапской письменности. То есть Александр Каннингем также принимал непосредственно участие в попытках дешифровки той системы письма. И он, кстати, считал все-таки, что эти два сценария связаны. В любом случае, если к происхождению письменности Брахми у ученых до сих пор больше вопросов, чем ответов, что говорить о системе письменности долины Инда, они до сих пор являются официальными расшифрованными. Происхождение письменности Брахми вызывает до сих пор очень много споров. Часть ученых и их большинство утверждают, что Брахми происходит от одного или нескольких семитских сценариев письма. Семитские сценарии – это арамейская система, вы понимаете, о чем идет речь. Или, в крайнем случае, они формируются, вот эти символы Брахми, под влиянием арамейской письменности. Часть ученых считают, что система Брахми имеет коренное происхождение и не связана с семитскими системами письма. Либо часть ученых считает, что эти связи, если и были, то они происходят в более древний период, чем формируется арамейская система письма. И если и происходят от какого-то первоисточника, то это происходит задолго до того, как сформировался вообще имперский арамейский письменный язык. В какое-то время сценарий Брахми на английском языке называли как фигурка. Вы видите, что это очень действительно похоже на какие-то фигурки. Его также называли и другими названиями. Например, Лах, Южный Ашукан, Индийский Пали, иногда его называли сценарий Маурьев или сценарий письменности Маурьев. Все эти исторические изменения названия данного сценария письма описаны в монографии, изданной в 1998 году ученый, но фамилия Саломон. Долго колебались ученые исторически, как все-таки назвать этот сценарий. Альбер и Тиен, Жан-Батистерия де Лакупери, основываясь на наблюдении Габриэля де Верия, связал этот сценарий с названием Брахми, который шел первым в списке сценариев, которые были описаны в сутре Лолита Вистара. И далее Георг Бюлер пишет монографию, которая оказала очень серьезное влияние на развитие понимания данного сценария. И Георг Бюлер называет в своей монографии этот сценарий Брахма. С этого момента закрепляется это название, потом просто меняется на Брахми. В пятом веке появляется на карте мира территория империи Гупта. И империя Гупта далее перенимает сценарий Брахми. И иногда в работах ученые называют сценарий письменности, принятый в империи Гупта, именно поздним Брахмем. Брахми распадается на какие-то местные варианты и все вместе это считается системой родственных письменностей под общим названием Брахми. По самым приблизительным подсчетам, которые были проведены уже по состоянию на наше современное время, сценарий Брахми произвел 198 других письменных сценариев. И на сегодняшний день это одна из самых продуктивных письменных традиций в мире. Когда анализировали надписи о шоке, которые были написаны именно с помощью письменности Брахми, там было обнаружено несколько цифр, которые в истории письменности называются цифры Брахми. Вот эти числительные и само их написание, они тоже очень интересны, поскольку непонятно, откуда они там берутся, непонятно, связана ли эта основная система нумерации именно со сценарием Брахми. Но во второй половине первого тысячелетия нашей эры некоторые надписи в Индии и Юго-Восточной Азии, написанные при помощи Брахми и модификаций, которые дает эта система, они включают вот эти цифры, которые являются десятичными знаками, и считается, что это самый ранний из существующих материальных примеров индуистко-арабской системы исчисления, которая используется и по настоящее время во всем мире. Когда мы говорим арабские цифры, на самом деле это индуистко-арабский сценарий. письма, и первое его начало берут с надписей о шоке, которые использовали именно сценарий Брахми. Я говорила вам в начале лекции, что сценарий письма Хароштхи, он практически однозначно считается производным именно от арамейского письма, непонятно происхождение сценария Брахми, менее однозначные ученые, когда говорят о том, откуда оно взялось в мире. Вот в этой книге Соломона, которую он опубликовал в 1998 году, Соломон описывает большинство существующих теорий о происхождении Брахми, и если вас заинтересует, вы можете найти данную монографию и изучить вопросы, гипотез происхождения Брахми. Были ранние пиктографические теории, которые основаны были на акрофоническом происхождении сценария Брахми по образцу египетского иероглифического скрипта. Но на сегодняшний день эти идеи уже считаются устаревшими. Были идеи, которые пытались связать сценарий Брахми с происхождением из сценарий письменности долины Инда, но они на сегодняшний день не доказаны, поскольку сценарий Инда сам по себе не расшифрован. Широко распространено все-таки мнение, что Брахми происходит от арамейской системы письма. Это признано большинством исследователей письменности. Традиция начинается с работ Альбрихта Вебера в 1856 году и Георга Бюлера в 1895 году. Монография Бюлера, она так и называется в происхождении индийского алфавита Брахма. Именно идеи Бюлера, описанные в данной книге, оказали самое сильное влияние на развитие научной мысли. Но далее, когда он даже опубликовал свою монографию, он все-таки описывает в этой же своей монографии еще не менее пяти теорий происхождения, которые конкурируют с происхождением о том, что Брахми – это модифицированная арамейская система. И самый спорный вопрос о происхождении письменности Брахми – это то, было ли это письмо все-таки местным, автохтонным, было ли оно заимствовано как цельная система, или оно было результатом транскультурной диффузии, то есть оно было получено из письменности, которые возникли где-то за пределами Индии. Ну, большинство ученых настаивают на том, что Брахми, вероятно, происходит от модели семейского письма, или находился под влиянием этой модели, и называют арамейскую систему самым вероятным кандидатом на то, что сформировался потом вот этот прототип письменности. Но этот вопрос не может быть на сегодняшний день решен окончательно, поскольку отсутствуют прямые доказательства, и существуют необъяснимые различия между арамейской системой, системой письменности Хароштхи и системой письменности Брахми. Хотя в Брахми и Хароштхи есть некоторые общие черты, но различия между ними намного больше, чем сходства, и общие различия между ними делают прямую линейную связь развития маловероятных. Вот такое заключение делает Соломон. Практически все авторы согласны с тем, что независимо от происхождения, различия между индийским письмом и теми, которые могли бы повлиять на него, слишком значительны. Степень индийского развития письменности Брахми как в графической форме, так и в структуре своей была достаточно обширной. Некоторые авторы, как западного происхождения, так и индийского, предполагают, что Брахми был заимствован или вдохновлен семитским письмом, которое появляется за несколько лет до правления Ашоки и затем широко используется во время правления Ашоки для создания им вот этих вот указов Ашоки. Но некоторые авторы, наоборот, отвергают идею вот этого иностранного происхождения Брахми по отношению к Индии. И, например, такой ученый, как Брюс Триггер, он считает, что Брахми, скорее всего, если и возник на основе арамейского письма, он включает в себя обширное местное развитие и все-таки он считает, что нет никаких доказательств общего прямого источника. Согласно Триггеру, Брахми использовался какое-то время до того, как он появляется на колоннах Ашоки, по крайней мере, за 100 или 200 лет до нашей эры на территории Шри-Ланка и Индии. И Кхароштхи использовался только в северо-западной части Южной Азии, Азии, это восточные части современного Афганистана и соседние районы Пакистана. И получается, что потом Кхароштхи вымер, а Брахми остается. Соломон считает, что использование письменности Кхароштхи обнаруживается в основном в буддийских записях, также в некоторых записях индо-греческих, индо-скифских, индо-парфианских и эпох династии Кушанской империи. Как вы помните, Кхароштхи, вероятно, выходит из... вернее, невероятно, а совершенно точно выходит из общего употребления в третьем веке нашей эры. Есть объяснение того, то есть некоторые ученые все-таки пытаются объяснить, что Брахми происходит от арамейской системы письма. Это помимо Бюлера делает еще и Макс Выбер. Они связывают его происхождение от финикийского письма и считают, что он происходит в Брахми от финикийского письма в начале восьмого века нашей эры. Иногда ученые пытаются доказать, что мы с вами рассматривали, если вы помните, южно-аравийское письмо, которое сохранилось в письменности самаритян. она далее не получила широкого развития, как вы помните, но и эти... вот эта ветвь тоже не является полностью доказанной гипотезой, поскольку, во-первых, очень далеко происхождение, даже географически, и вот эта ветвь письма, которая в итоге сохранилась у самаритян, древнее южно-аравийское письмо, она не была письменностью государственной, в которой явилось все-таки арамейское письмо эпохи Ахимминидов. То есть получается, что даже если рассматривать вот такую версию, что через древнее южно-аравийское письмо каким-то образом Брахми появилось, очень мало доказательств пользуют и гипотезы. Иногда ученые считают, что Ашока сам создает письменность Брахми, либо ему помогают его ученые, и уже Ашока как бы для своей империи создает эту письменность на основании чего-то другого, но на сегодняшний день нет никаких доказательств, которые бы подтвердили это предположение. Есть специальные научные таблицы, которые показывают соответствие между сценарием Брахми и письменностью, имеющими прямое семейское происхождение. Вы можете самостоятельно найти эти таблицы и посмотреть, действительно ли этот сценарий мог вот так быть заимствован. Но одна из ключевых проблем, если рассматривать вот это направление и думают, что Брахми произошло с финикийского алфавита, это полное отсутствие доказательств исторических контактов между финикийцами и людьми, которые проживали на территории Индии вот в этот период, когда оно могло бы быть там заимствовано. Гипотеза греко-семитской модели происхождения письменности Брахми описана в монографии Фалька и эта книга опубликована в 1993 году. Эта книга вообще посвящена описанию различных систем письма в Индии и в ней содержится достаточно большой раздел, где ученый описывает свою гипотезу о происхождении сценария письменности Брахми. Он основывается на обширном обзоре и анализе литературы того периода. Фальк считает, что основная система письменности Брахми происходит от письменности к хороштхи, которая происходит в свою очередь от Араминского. На момент написания на столбах Ашоки те примеры Брахми, которые там содержатся, могут, как считает Фальк, развиваться от хороштхи под влиянием еще и греческой модели и процесс этот занимает какой-то временной период. И это как раз по мнению Фалька говорит о том, что Брахми потом разработана позже, чем система к хороштхи. Он отклоняется от общепринятого мнения и считает, что греческое письмо оказывает на формирование письменности Брахми очень большое влияние. В 2018 году Фальк снова публикует книгу, в которой он утверждает вот эту свою точку зрения. И он считает, что письменность Ашоки является изобретением каких-то конкретных людей, которые объединили в один сценарий греческую систему письма и систему письма к хороштхи. Он доказывает эту свою теорию, указывая на прямо форму букв греческой системы письма. И также он еще и основывается на некоторой трактовке гласных, которые приходят в Брахми из хороштхи. Но данная версия, хотя она, как вы видите, существует, я бы не сказала, что большинство исследователей ей как-то придерживаются. Но возможно, что какие-то дальнейшие исследования, может быть, что-то еще прояснят в сценарии Брахми. Вы видите, что монография Фалька это вообще очень недавно изданная монография 2018 год. Это практически наше время. Возможно, что какие-то еще факты станут известны. И в дальнейшем мы получим более четкую картину понимания того, как сформировался сценарий Брахми. Я чуть выше сказала вам, что существует теория автохтонного происхождения письменности Брахми. То есть некоторые ученые считают, что Брахми было изобретено коренным населением Индии вот того периода. Причем достаточно много ученых, которые придерживаются данной точки зрения. И это и очень многие европейские ученые, и археологи, и еще и это ученые, которые занимаются ассериологией. К ним не так давно к их точке зрения стали еще подключаться ученые, которые занимаются языками и языками программирования. То есть они подключают уже системы вот этого электронного подсчета данных. И тут целый ряд имен. Если вас заинтересует, то вы можете просто обратиться к этим исследованиям. Получается, что если придерживаться их как бы точек зрения, но они варьируются, то есть они считают, что было коренное происхождение письменности. Причем первично была придумана письменность, которая обнаружена в долине Индом, а потом в сценарии Брахми под влиянием каких-то возможно внешних заимствований формируется система Брахми. но для решения этого вопроса как вы понимаете вообще недостаточно доказательств. И получается, что между сценарием Брахми в самых ранних его примерах употребления это четвертый ну примерно век до нашей эры и сценарий письменности долины Инда между ними лежит не менее чем 1500 лет разницы. И если тот сценарий вымер, тогда непонятно, как культура и эти народы полторы тысячи лет могли существовать без письменности и потом она откуда-то берется снова. Вот этот пробел ученые, которые придерживаются вот этой теории коренного происхождения объяснить на сегодняшний день не могут. Еще Панини в своих трудах мы с вами знаем о том, кто это. Когда описывает вообще понятие Липи, он в своем труде по грамматике санскрита описывает его так, что это слово заимствовано от древнеперсидского слова Дипи. Дальнейшее развитие вот этой идеи говорит, дает вернее версию ученым считать, что Липи заимствовано было от слова древнеперсидского Дипи, который в свою очередь происходит от шумерского слова Ду, и это все означает письмо или сценарий письма. Когда Ашока писал, ну или не он сам писал, а кто-то по его заданию писал вот эти вот указы, то он их подписывал как Липи, да, то есть и это слово прямо встречается на столбах Ашоки, его обычно просто переводят либо как письмо, либо как надпись. Ну, словом Дипи даже назвали в истории бихистонскую надпись, то есть это тоже была какая-то надпись, и вот ученый Шарфе, он считает, что как раз это одно из доказательств того, что эта система письма была заимствована потом в Индии. Но насколько сейчас это можно доказать, это все равно очень сложно, и если вас конкретно заинтересует вообще вопрос о том, как Брахми описывают с точки зрения различных совершенно теорий происхождения, я вам назвала далеко не все, вы можете самостоятельно изучить эту тему, может быть и у вас появится какая-то собственная версия, или в крайнем случае какая-то из вот этих версий будет для вас являться наиболее доказательной. Но Брахми обычно пишется как сценарий слева направо, так же как и все потомки системы Брахми, но на одной из монет, которая была найдена в Иране, сценарий Брахми как раз идет справа налево, так же как и арамейская система письма. Известны и другие случаи изменения направления письма, хотя вы уже должны знать, что нестабильность направления это распространенное явление в древних системах письма. Согласные буквы Брахми это Абигуда, то есть каждая буква означает согласный звук, а гласные пишутся предполагаясь какими-то диатритическими знаками, за исключением тех случаев, когда гласные обозначают начало слова. А в данном сценарии принимается по умолчанию, и вот это А по умолчанию это черта характерная для Хароштхи, но другая обработка гласных сценарий Хароштхи отличается от сценария Брахма. Вот на этой нижней странице, на нижней фотографии, посмотрите, это символ К именно в слоговом написании, то есть когда пишется этот символ и никаких больше знаков нет, то предполагается, что это слог К. Дальше вы видите, что если сверху добавляется вот этот знак, то это будет слог К. Если снизу добавляется этот знак, то это будет слог К. Если сверху добавляется вот в эту сторону знак, то это будет сценарий слога К. Если вот так, то это И дальше вы видите еще пять сочетаний К плюс гласный. Вот это обигуда. Если просто такой знак, то это означает К. То есть вот так удивительно располагается сценарий. Соответственно, если мы с вами возьмем другой согласный звук, и к нему добавлять будем вот такие же точно знаки, то, соответственно, это будут Би, Бо, Бе, Бо и так далее. То есть вот эти сверху подписанные зенокритические черточки, они и означают систему гласного, который просто так не записывается отдельной буквой, но уходит в этот сценарий сверху или снизу в зависимости от общепринятого сценария. Вот эти верхние диакритические моменты, они тоже по-разному формировались в течение формирования сценария Брахми. И если основа для согласного могла не меняться для каких-то, допустим, знаков, иногда прямо по изменению вот этого диакритического сценария для обозначения гласных и определяют, к какому периоду относятся Брахми. Обычно исторически по хронологии своего развития Брахми подразделяют на три основных периода, которые представляют собой три основных исторических этапа его эволюции, которая происходила в течение тысячи лет. А первый этап называется ранний этап. Его иногда еще называют Брахми Ашоки. Понятно почему. То есть наиболее типично на этом письме надписи на столбах Ашоки ранний Брахми датируется с 3 по 1 век до н.э. Во-вторых, этот тип письма имеют регулярную геометрическую форму и он очень рационально организован. То есть когда я вам показала, вы понимаете, что это четкая геометрическая система. Вот на этой системе раннего Брахми написаны самые известные надписи древней Индии, начиная от указов Ашоки. Сохранилась в Непале надпись на столбе Лумбини и это место рождения исторического Будды. Надпись на столбе Лумбини означает, что Ашока, император империи Маурьев, посетил это место в 3 веке до н.э. и зафиксировал или подтвердил, что это действительно место рождения Будды. Данная надпись была переведена Парановитаной. Следующий этап формирования или развития сценария Брахми его называют средним периодом или еще его называют Кушанским Брахми и это период с 1 по 3 века н.э. Как вы понимаете, этот сценарий использовался при империи Кушанов. Он принимает более округлую форму, чем предыдущее письмо, и он начинает варьироваться. И существует несколько вариаций форм написания уже вот этого системы Брахми. Несколько добавляются знаков, которые начинают классифицироваться как гласные. Это необходимо для того, чтобы на Брахми начали записывать именно язык санскрит, который отличается от дравидийских языков и языков, допустим, Пали. Санскрит имеет очень богатую вокалическую систему или систему гласных. И поэтому, раз санскрит начинает использовать Брахми для написания, это влечет за собой приспособление данного сценария непосредственно к его фонетическим потребностям. И в IV-VI веках формируется система письма, которая называется поздним Брахми или, как мы с вами говорили, это Брахми-Гупта, это сценарий письма, который дальше используется уже в империи Гупта. В течение тысячелетия система письменности Брахми превращается в многочисленные региональные письменности. Со временем эти региональные алфавиты или абигуды ассоциируются с местными языками. Северное направление Брахми дает начало письменности Гуптам, иногда которые тоже называют и поздней Брахми. Вот этот сценарий Гупта, в свою очередь, переходит в несколько скорописных сценариев в средние века. Сюда включается шрифт Ситха в VI веке, шрифт, который называется Шарада в IX веке. Когда Брахми распространяется в южном направлении, то он дает направление началу алфавиту Грандха в VI веке, алфавиту Ватте-Луту в VIII веке. А из-за контактов индуизма с Юго-Восточной Азией это дает также начало алфавиту, который потом уже используется на Филиппинах в письменности на острове Ява. И также дает направление для формирования письменности в Индонезии, для формирования системы хмерского письма в Камбодже и письмо, которое называется старое МОН в Бирме. В семействе брахмических письменностей также есть и среднеазиатские письменности. Например, тибетский использует потом брахми в своих модификациях. Система наклонной брахми используется тухарским языком и также используется для написания сакского языка. Сценарий брахми потом превращается в сценарий нагари. Нагари потом превращается в систему Диванагари. Это система современного написания некоторых индийских языков. Например, язык хинди записывается системой письма Диванагари. Мало того, что Диванагари используется и для написания, например, хинди, он используется также для написания санскрита, для написания языка маратхи, всех диалектов, которые связаны с хинди, и также языков кунгкани. Некоторые буквы хангыль, вы помните, что мы говорили с вами об этом, они хотя и связаны с тибетской системой письма, но тибетская система письма тоже происходит и с брахми. И получается, что вот таким образом брахми, пусть и не полностью, но и переходит в корейскую систему письма хангыль. В том виде, как брахми расположена, в каком порядке имеется в виду, как система письма, в таком же порядке располагается японская кана. Хотя сами буквы не связаны между собой. В апреле 2015 года главный министр штата Харьяна в Индии Манухар Лалхатар объявил о том, что штат выделяет 500 миллионов индийских рупий на строительство археологического парка указы Ашоки в местечке Топрокалан. И там уже находятся 7 колонн Ашоки и некоторые другие древние сооружения. Вот на этой фотографии это удивительная фотография. Это колонна Ашоки как раз из вот этого сейчас местечка Топрокалан. Там, где будет парк посвященный, археологический парк, посвященный вообще колоннам Ашоки. Вверху здесь надпись «Письмо Брахми». Она датируется III веком до н.э. А внизу здесь письмо Нагари. Это надпись XVI века. И получается, что между этими двумя надписями разница в 1800 лет Нагари дальний потомок системы Брахми. И вот так эти системы встречаются спустя XVIII веков на столбе Ашоки. Именно вот у этого столба удивительная история. Надпись на именно Брахми расшифровал Джеймс Принцеп. Это был известный ученый в области индийских исследований и антиквар. Он расшифровал эту надпись в 1837 году. На этом столбе содержится то же послание, что и на других столбах Ашоки. То есть вы помните, это определенный кодекс, кодекс Дхармы, то есть добродетель, благочестие. Но также на этом столбе есть еще ссылка на вопросы, связанные с налогообложением. Вы помните, что львиная капитель с одного из столбов Ашоки является национальным гербом Индии. считается, что и на этом столбе когда-то была схожая львиная капитель, но она была разрушена в результате того, что в этой местности какое-то время господствовал ислам и некоторые колонны вообще очень существенно пострадали. Откуда появляется вот эта надпись на нагаре внизу? Там написано, что завоевание Висалы Дева Вигра-Хараджа, шестого из династии Чауханов, которая все еще правит, эта династия, во время завоевания гуридов. И эта надпись сделана в честь победы над Млечхой. Считается, что Висала Дева повторно использовал этот столб и на нем записал свои подвиги на военном поприще. Я сказала о сценарии Брахми. Я считаю, что очень кратко. Часть материала очень интересна, когда изучаешь историю происхождения Брахми. Часть материала очень интересна, когда изучаешь, как из Брахми сформировались потомки данной системы. Если вас заинтересует этот вопрос, вы можете найти литературу. И я думаю, что для специалиста-филолога это очень интересная тема. Но в контексте вообще системы письменности Брахми я бы хотела остановиться и еще на одном очень важном моменте для всех, кого интересует история именно русской письменности. Еще несколько лет назад я сама отстаивала точку зрения о том, что до глаголицы и кириллицы на Руси письменности не было. Эта точка зрения господствовала в ряде учебников, которые описывали историю славянских языков, историю русского языка и так далее. Часть учебников содержала информацию о том, что в различных исторических книгах были указания на то, что у славян до Кирилла и Мефодия была какая-то письменность, ее следы не обнаружены. И когда мы изучали именно историю старославянского языка, сейчас этот предмет из учебных программ по-моему вообще убрали, но история письменности все равно сохраняется в изучении. Допустим, история русского литературного языка. И вот в этих наших учебниках описывалась, она называлась надпись «Эль-Нидима». Это была арабская запись. «Эль-Нидим» — это человек, который в своих записях контактов с восточными славянами привел пример того, как славяне писали. Вот эта надпись «Эль-Нидима» переходила из одного учебника в другой. И составители, ученые писали, что непонятно, что имел в виду Эль-Нидим. Существует вообще обширный корпус исследований. И вопрос о том, была ли дохристианская письменность у славян, он, по крайней мере, во второй половине XX века в учебной литературе описывался по-разному. В конце 90-х в массовую литературу проникает история Велесовой книги, и она какое-то время тоже занимает умы. Но на сегодняшний день ученые уже доказали, что Велесова книга — это подделка XX века. Речь даже идет не об этом. В 1997 году в издательстве Санкт-Петербурга вышла замечательная монография Серикова Михаила Леонидовича, которая называется «Русская дохристианская письменность». Я настоятельно рекомендую найти эту книгу всем филологам и изучить то, что Михаил Леонидович описывает как научные и археологические версии. Я считаю, что он доказал, что на Руси было несколько письменностей, но сейчас я говорю о том, что он доказал, что именно надпись «Эль-Нидима». Это письменность, которая сделана Брахми. Также он приводит примеры в истории русского языка. Был описан Пневищенский камень. Тоже очень интересный документ, если можно так сказать, с надписями, которые ученые считали неподдающимися расшифровке. Серяков расшифровывает надпись на Пневищенском камне тоже через прочтение Брахми. Он в своей монографии приводит примеры печатей князей, на которых сохранились графемы из Брахми. Он также приводит примеры, которые сохранились как процарапанные надписи на монетах. Он приводит помимо Пневищенского камня также и некоторые граффити, которые сохранились до наших дней. И если полностью принять его точку зрения, он называет это княжеское письмо. Получается, что это один из сценариев Брахми, который использовался в Древней Руси до принятия христианства, который сохранился вот в таких фрагментах надписи. Естественно, что когда прошло принятие христианства, то эта письменность полностью исчезает из употребления. Но Серяков как раз приводит примеры того, что княжеское письмо существует в некоторых княжеских семьях и передается вплоть до XIV века. Возможно, что это связано как раз с тем, что на определенном этапе княжеское письмо становится некоторой тайнописью, которая известна только внутри этого княжеского рода. Серяков доказал, что 48 знаков исконной вот этой письменности княжеского письма полностью или в очень значительной степени совпадают со сценариями письменности Брахми. То есть это еще один потомок вот этой древней индийской системы письма. И если все-таки он прав, а я считаю, что он вполне прав, абсолютно любой филолог знает о том, что славянские языки это ветвь индоевропейских языков. у славян были общеисторические корни с частью населения Индии. И все это хорошо прослеживается в истории языка. именно вот это индоевропейское индийское наследие сохраняется не только в самих восточнославянских и вообще славянских языках. оно сохраняется и в религиозных представлениях. Оно сохраняется в некоторых древних профессиях. И в принципе я сейчас говорю уже давно доказанные и очевидные вещи. Сериков прав в том, что если славяне носители когда-то вот этой индоевропейской культуры, ну конечно они приобретали и какие-то свои моменты уже когда они выделяются в отдельную славянскую группу. Но письменность это тоже часть культуры и вполне они могли заимствовать и эту систему письма из Индии и он считает что это брахми. У каждого из преподавателей у каждого человека кто интересуется наукой есть какая-то профессиональная мечта. Я более 30 лет со своего не знаю там какого глубокого детства всегда интересовалась двумя вопросами это вопросы происхождения языка и языков вообще и история происхождения письма вот монография Серикова она пролила свет лично для меня на происхождении и наличие вообще дохристианской письменности и моя профессиональная мечта это то чтобы данная точка зрения нашла отражение в учебниках по изучению истории русского языка и мне бы хотелось чтобы вот это и надпись Эльни Дима и другие многочисленные артефакты которые сохранились на монетах на печатях на там каких-то камнях и так далее чтобы это все было описано в учебниках чтобы уже у студентов было четкое представление о наличии дохристианской письменности на Руси и конечно если все-таки большинство ученых и составители учебника примут эту точку зрения в таком случае у нас тоже появится вопрос как же Брахми появляется и сохраняется у славян но я думаю что как раз этот вопрос надеюсь на то что вы найдете монографию Серикова Михаила Леонидовича и она есть в открытом доступе вы самостоятельно ознакомитесь с его доказательствами он описывает не только систему княжеского письма как Брахми он описывает и некоторые другие системы письма которые он обнаружил и доказывает что эти системы тоже существовали на территории дохристианской Руси в заключении своей книги он призывает к тому чтобы весь корпус нерасшифрованных языков появился в открытом доступе появился в интернете чтобы это стало наследием вообще всех и любой человек мог проявить интерес к нерасшифрованным языкам его желание практически сбылось то есть вы видите что в 21 веке изучение письменности выходит на какой-то новый уровень и те данные которые были нам непонятны неизвестны в 20 веке они приобретают второе дыхание даже третье дыхание в 21 веке и возможно что моя профессиональная мечта о том что надпись Эльни Дима в учебниках по изучению русского языка будет описана как система Брахми которая использовалась на Руси в дохристианский период я думаю что и эта точка зрения в учебниках тоже изменится но насколько быстро это произойдет покажет время на этом мой краткий обзор по письменности Брахми я думаю можно завершить сейчас спасибо за внимание по-моему